Китайское экономическое чудо Расстояние в 1500 км жители преодолевают всего за несколько часов Как Китаю удалось создать современную сеть транспортных магистралей, которые по популярности давно превзошли автомобили и самолеты? Куда направятся строители китайских железных дорог, когда будут построены все магистрали? На эти и другие вопросы мы ответим в этом видео А пока подписывайтесь на наш канал, здесь вы узнаете самую подробную информацию о происходящем в мире В середине 90-х годов прошлого века железнодорожный транспорт в Китае переживал не лучшие времена Старые поездные составы, грязь и духота в купе Многие поезда не имели кондиционера И для пассажиров в южных районах этой страны путешествие часто становилось настоящим испытанием Средняя скорость поезда была менее 50 км в час Но все изменилось после того, как правительство КНР приняло решение вложить в строительство новых дорог колоссальные суммы 300 миллиардов долларов США Начать решили с создания абсолютно новых магистральных направлений Для этого были спланированы 4 транспортных коридора, расположенных с севера на юг и с запада на восток Главная задача, которую решили конструкторы и инженеры, была скорость и безопасность движения Помимо обычных железных дорог были построены магистрали для поездов на воздушной подушке Скорость таких составов превышает 300 км в час, а в некоторых случаях доходит до 500 Средняя цена прокладки китайских железных дорог – 23 миллиона долларов за один километр пути И по расчетам экспертов, потребуется несколько десятков лет, чтобы окупить большую часть вложений А с учетом средств, затраченных на поддержание и возможную модернизацию Перспективы вернуть в казну потраченные и вовсе кажутся нереальными И китайские власти не скрывают этот факт Но для чего строить объект, если он не только не принесет прибыли, но еще и не покроет затрат? Оказывается, руководство Китая отлично отдавало себе в этом отчет Начиная глобальную стройку века и все равно пошло на невосполнимые траты А ведь это были не сегодняшние годы процветания страны Когда видны результаты, и КНР вышла на лидирующие позиции во многих областях В 90-е годы прошлого века такой подход вызывал у многих оправданные опасения Но все же дороги были построены Почему? Железнодорожное строительство стало настоящим драйвером для экономики Миллионы людей, занятых в стройке, получили стабильную работу Небольшие компании и подрядчики за десятилетия работы превратились в крупнейшие холдинги Способные работать на мировом уровне Но самое главное, теперь жители разных провинций Китая могут свободно искать работу На достаточном удалении от дома Особенно это стало актуально для южных районов страны Где традиционно труд стоит дешевле, чем на севере И для этого иногда даже не приходится менять место жительства Теперь путь в 100-200 километров можно преодолеть всего за один час Промышленность получила рабочие руки И все это вместе позволило Китаю вывести экономику на совершенно новый уровень Протяженность высокоскоростных дорог в КНР составляет 35 тысяч километров Это больше, чем в Европе и Японии вместе взяты А в 2020 году будет построено дополнительно еще 2000 километров Всего же в Китае 130 тысяч километров железнодорожных путей А объем инвестиций ежегодно превышает 100 миллиардов долларов При этом цена строительства железнодорожного полотна и инфраструктуры На несколько миллионов долларов меньше, чем в Европе Но как Китае всего за несколько лет удалось научиться не только строить качественно Но и сделать это дешевле, чем в других странах Дело в том, что европейцы тратят огромные деньги на выкуп земли По которой пройдет магистраль В Китае же сразу перешли на технологию виадуков Железнодорожные пути подняты над землей Второй причиной, благодаря которой появилась возможность сократить стоимость строительства Стала низкая заработная плата местных рабочих За несколько лет была не только создана огромная сеть новых железных дорог Но и разработаны уникальные решения Система Моглев или поезда на воздушной подушке Разрабатывается разными странами, начиная с 70-х годов прошлого века В нашей стране также был построен опытный образец И если бы не развал СССР, то возможно сегодня в составе РЖД был бы свой летающий поезд Устройство такого поезда, кажется, сегодня не вызывает вопросов у конструкторов Самое удивительное, что для придания ускорения Моглеву требуется не слишком много энергии Специалисты шутят, что вагон на воздушной подушке способен сдвинуть с места даже ребенок Отсутствие сцепления с рельсами имеет еще одно преимущество Стальные части поезда не трутся о металл рельс Поскольку сам поезд вообще ни с чем не соприкасается Не происходит истачивание и деформации рабочих поверхностей Теоретически, такие поезда не требуют ремонта поездного состава За исключением замены магнитов Создание Моглева требует колоссальных ресурсов Как финансовых, так и технических Для европейских стран такие проекты считаются нерентабельными Не случайно практически все магистрали с поездами на магнитных подушках находятся в Азии Здесь очень большая концентрация населения И такие поезда постоянно востребованы Тем более, что комфорт и скорость сопоставимы с авиационным транспортом Но несмотря на загруженность, системы окупятся совсем не скоро При самой низкой цене на билет, а это 7 центов за километр пути против 10-12 в Европе Доход способны приносить всего несколько трасс Такие как, например, Шанхай, Пекин И тем не менее, за следующие несколько лет в планах китайского руководства Увеличить не только количество дорог, но и пополнить парк поездов Общее количество составов при этом достигнет 850 единиц Но неужели прагматичные китайцы готовы тратить огромные деньги, не рассчитывая их вернуть? Тем более, что среди местных экономистов идет активная дискуссия А не утянет ли этот железнодорожный эксперимент в кризис всю экономику? Вложения же не шуточные? И ответ на этот вопрос уже сформулирован Прибыль для государства возникает из макроэкономических показателей Когда логистика перевозок создает благоприятный фонд для развития территории И здесь Китай добился поразительных результатов ВВП этой страны приближается к мировому лидеру Соединенным Штатам А по некоторым показателям его превосходят К 2025 году протяженность высокоскоростных дорог составит 38 тысяч километров В Китае эта цифра была запланирована давно И начиная с 2006 года, когда началось строительство скоростных трасс, график ни разу не менялся В КНР принят план долгосрочного развития экономики до 2050 года Несмотря на некоторое снижение роста ВВП, он в целом успешно выполняется Превышая аналогичный показатель среди развитых стран в 2,5-3 раза И огромную роль в достижении такого результата играют именно железные дороги Но не все так гладко в железнодорожном хозяйстве Поднебесной, как кажется на первый взгляд Так, убытки компании-оператора железнодорожных перевозок Чина Рилвелл Составило в 2019 году 4 миллиарда 700 миллионов юаней И эти потери продолжают расти Но по-настоящему серьезным ударом оказалось немизерное наполнение железнодорожных касс В 2013 году Китай был вынужден снизить скоростной режим с 350 километров в час до 300 Сразу на десятках участках пути И это решение пришлось принять на основании проведенного расследования Оказалось, что бывший министр железнодорожных дорог С чем именем связано создание этого китайского чуда Лю Джин Сюн брал деньги с подрядчиков Всего министр заработал нечестным путем более 150 миллионов долларов Но подрядчики не просто получали выгодные заказы Они компенсировали свои потери, снижая качество работ Дело закончилось традиционно для Китая Взяточника приговорили к расстрелу Правда, потом приговор заменили на пожизненный срок Многие эксперты считают, что именно такое отношение к коррупции Позволяет КНР добиваться поставленных целей И если не считать подобных эксцессов в целом Железные дороги в Китае стали настоящим двигателем развития Но неожиданно ударные темпы строительства Привели всю отрасль создания ЖД-магистралей к кризису Оказывается, большую часть полотна китайские компании внутри страны уже построили И теперь многочисленные команды специалистов очень скоро окажутся неудел Решение этой проблемы нашлось за границей Китая Тем более, что за годы грандиозной стройки китайцы научились строить не только качественно и дешево, но еще и быстро И в 2011 году китайское руководство объявило о начале строительства азиатской железной дороги Проект включает в себя объединение железнодорожных систем Лаоса, Вьетнама, Камбоджи и других азиатских стран Модернизацию и эксплуатационные работы возьмет на себя Китай Который получит не только в управление огромный транспортный кластер Но и загрузит свои производственные мощности, освободившиеся внутри страны Но самый амбициозный китайский железнодорожный проект нацелен совсем на другой регион Речь идет о маршруте Пекин-Лос-Анджелес И это далеко не фантастика Трасса пройдет через наш Владивосток Затем нырнет в 200-километровый тоннель под Охотским морем Затем через Аляску по территории Канады и в город Ангелов Всего за 24 часа Конечно, это только планы и выглядят как фантастика Но зная китайцев, не стоит сомневаться, что если решение будет принято То за реализацией дело не станет А вот на Дальнем Востоке Китай строить пока ничего не планирует Для них пока там проживает слишком мало людей Всего 6 с небольшим миллионов Так что, видимо, скоростные Моглевы придется строить нам самим Субтитры создавал DimaTorzok